Прошел республиканский чемпионат по рукопашному бою и самообороне, посвященный 30-летию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В соревновании приняли участие более 200 спортсменов со всех регионов страны. Разыгрывался кубок председателя Комитета национальной безопасности. Первый круг соревнований, включающий шесть видов спорта, прошел в феврале. Конкурентные турниры по казашакуре, с футболу и волейболу, а также по стрельбе из пистолета пройдут в ближайшее время. К соревнованиям, продлившимся три дня, каждый регион подошел с сильной подготовкой. Проводились они в два этапа. Турнир по рукопашному бою и самообороне прошел весьма конкурентно. В соревнованиях на Кубок председателя Комитета национальной безопасности принимают участие 24 команды. Участвуют команды со всех территориальных органов ведомств. В общем, принимают участие более 220 человек, в том числе 24 женщины и остальные мужчины. Соревнования проходили по рукопашному бою в пяти весовых категориях. В секции самообороны состязались мужчины в трех весовых категориях. И в одной свои навыки показали женщины. Мы из Пограничной Академии Комитета безопасности. Кубку председателя Комитета национальной безопасности прибыли с хорошей подготовкой. Наша подготовка велась в течение одного года. Спортсмены Пограничной Академии показали хорошие результаты. По самообороне мы получили два золота, одно серебро. Заняли третье место по рукопашному бою. Турнир очень хорошо организован. Выражаем огромную благодарность организаторам Департамента Акмельской области. Сегодня я приехал в Акмельскую область на Кубок председателя Комитета национальной безопасности. Стал чемпионом соревнования, готовился в течение трех месяцев. Другие команды хорошо подготовились. Соревнование было очень конкурентным. Самым волнительным этапом в состязании стала церемония награждения. Естественно, что победы и поражения имеют свой сочередоваться. В общекомандном зачете по рукопашному бою лучшим был признан Департамент Комитета национальной безопасности в Туркестанской области. Им вручили заслуженный кубок. Второе место занял Центральный аппарат Комитета. Бронзовым призером стала команда Департамента Казавардинской области. В турнире по самообороне лучшим стал Центральный аппарат Комитета национальной безопасности. Пограничная Академия заняла второе место. А третье – команда Департамента Туркестанской области. Хайрбек Тулегенов Лаура, Даулетбек Алишер Шакупаев, Кокщаях Парад.